Здравствуйте, дорогие друзья! Большое спасибо за эту поистине потрясающую возможность Стану Анатольевну, Татьяна Юрьевна, возможность выступить перед коллегами из Китая, поделиться тем, что делается у нас. На самом деле, с моей точки зрения, самое важное, чему мы можем и должны научиться у наших коллег из Китая, это возможности быстрой, четкой организации различных процессов. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что у нас в настоящий момент есть один отечественный ингибитор PD-1, проголемаб, он используется только при меланоме, и остальные препараты мы, в общем, стараемся получать из-за рубежа, там, с той или иной степенью их национализации. При этом, вот, Татьяна Юрьевна спросила у профессора Ванга в отношении заболеваемости, в отношении осложнений ингибиторов контрольных точек у пациентов, которые болеют ковидом, да, или, там, постковидный синдром. На самом деле, в Китае, ну, вот, по крайней мере, такая ситуация была где-то полгода назад, когда у нас было последнее совещание с коллегами, было 97 тысяч заболевших. 97 тысяч заболевших. То есть, это, безусловно, те цифры, которые, конечно, говорят о невысокой вероятности одновременного сочетания рака легкого ковид и еще и иммунотерапии. Потому что, и это, конечно, то, чему мы, вне всякого сомнения, должны научиться у наших китайских коллег, ну, и то, к чему надо стремиться всей, наверное, европейской цивилизации. Очень хорошо то, что профессор Ванг рассказал, так сказать, довольно широкую обзорную лекцию, где он поделился своими представлениями о том, что сейчас происходит в мире. И я, собственно, исходя из этого, расскажу о том, что происходит в отношении лечения и диагностики немелкоклеточного рака легкого у нас в России. Ни для кого не секрет, что когда мы видим пациента с немелкоклеточным раком легкого, в первую очередь речь пойдет про больных с метастатическим процессом, потому что именно эта область сейчас пока доступна для, скажем так, клинического использования. Многие другие, такие как локализованные стадии, предоперационное лечение, одевантное лечение, они еще находятся на стадии регистрации, поэтому у нас есть опыт только использования препаратов клинических исследований. При этом для метастатического рака легкого мы уже давно живем с различными вариантами лечения и более или менее уже понимаем, как они соотносятся между собой. Конечно, тогда, когда мы встречаемся с пациентом, знаем, что у него есть опухоль легкого, которая может быть чаще плоскоклеточная, реже аденокарцинома для России пока. Именно такое соотношение, хотя число случаев плоскоклеточного рака легкого в нашей стране снижается, число аденокарцинома растет. Связано это с переходом с крепких сортов табака, которые повреждали, в первую очередь, верхние отделы дыхательного дерева, к более легким сортам, которые проникают глубже, поражают альвеолы и влияют на процесс канцерогенеза там. Так вот, когда появляется такой пациент, мы знаем, что у него есть изменения, которые не позволят нам выполнить какое-то радикальное хирургическое лечение или, к сожалению, даже пойти по пути химиолучевой терапии с последующей иммунотерапией на основании данных исследований Pacific. Мы в первую очередь должны решить, что же мы будем делать дальше с пациентом тогда, когда он кандидат для проведения системной терапии. При этом есть несколько ключевых факторов. Был задан профессору Вангу вопрос в отношении того, на основании чего они стратифицируют пациентов для проведения иммунотерапии. На самом деле, прежде чем даже выбирать между различными опциями, которые доступны в отношении иммунотерапии, нам, конечно, нужно понять, а нужно ли с самого начала делать? Пациенту иммунотерапию. Будет ли у него вероятность ответа выше, если мы будем использовать эти дорогостоящие современные препараты, которых пациенты на самом деле всегда очень сильно хотят, просто потому что они дают 7-10, к сожалению, максимум 16% определенной вероятности для длительной пятилетней выживаемости. Безусловно, на первом этапе у нас лежит определение активирующих мутаций. И здесь, с 2006 года, когда были определены молекулярные нарушения в генеорецепторе эпидермального фактора роста, в нашей стране, в общем и в нашем городе в частности, была проделана астрономическая работа по налаживанию и интеграции различных молекулярно-генетических тестов, которые были на тот момент новыми для онкологии. Мы до этого никогда не пользовались так широко молекулярно-генетическими исследованиями. И уж тем более они никогда не должны были выполняться проспективно. То есть пациент ожидает результата исследования, потому что на его основании мы определяем тактику лечения. И у Китая свои особенности. У них огромная плотность населения, огромная популяция, большое количество городов, в каждом по несколько миллионов человек живет. Это одна ситуация. У нас значительно меньше плотность населения. И как бы это не касается центральной и европейской части России, но в Сибири, на Дальнем Востоке, конечно, в общем, там хорошо, если есть один центр с молекулярно-генетической лабораторией, там несколько тысяч километров занимает дорога для того, чтобы провести молекулярно-генетический анализ. И, конечно, это накладывает определенные значимые трудности на выполнение этого анализа в срок и, соответственно, до начала проведения первой линии терапии. Соответственно, я позволил себе разделить свое выступление принципиально на две части. Одна часть – это раздел, который касается пациентов с молекулярно-генетическими нарушениями. Мы определяем на настоящий момент в рамках программы госгарантии стандартные нарушения GFR, ALK-ROS-1 и BRAF в рамках расширенных, более научных проектов, в которые привлечены и крупные федеральные центры. В частности, Институт онкологии Николая Николаевича Петрова мы определяем все молекулярные нарушения, которые на настоящий момент идентицированы как активирующие для аденокарцином лёгкого. Это и амплификация МЕР, точковые замены в 14-м экзоне МЕР, мутации HER2, амплификация или гиперэкспрессия HER2, транслокации НТРК, транслокации HER2 и многие другие, собственно, через тот спектр, который уже давно известен. Мне хотелось обсудить вопрос дальнейшего движения в отношении таргетной терапии для пациентов с активирующими мутациями на примере молекулярных нарушений GFR, с которыми мы живем долго и уже более-менее адаптировались к тем, что мы вынуждены и должны всегда до начала лечения определять эти молекулярные нарушения у пациентов с аденокарциномой лёгкого или у пациентов с плоскоклеточными ногами лёгкого, которые до этого никогда не курили. Важно сказать, что, с одной стороны, это наиболее частый вариант молекулярных нарушений, которые встречаются в европейской да и в азиатской популяции. В то время как, например, в Таиланде может достигать вероятность молекулярных нарушений 50 или 70%, для, во всяком случае, северо-западной части России, для Европы вероятность их не превышает 20%, что, конечно, значительно снижает вероятность того, что мы выявим у конкретного пациента это молекулярное нарушение, но и, конечно, значительно снижает опыт от различных вариантов применения препаратов, которые имеют место у каждого из врачей, который лечит пациентов с аденокарциномой лёгкого. Тем не менее, уже сейчас есть на основании исследований, которые проведены по большей части в Азии, в меньшей степени в западных странах, большое количество различных вариантов лечения, мы можем начинать с монотерапии ингибиторами, есть ингибиторы первого поколения, второго, третьего, все они доступны и зарегистрированы на территории РФ, мы можем начинать лечение с комбинацией таргетного препарата и антиангиогенного препарата, и здесь старый хороший партнёр Бевосузумаб хорошо известен, но появляются и новые опции, например, Апатинит, исследование, представленное в прошлом году, или Рамуцирумаб, исследование ещё не закончено, так как мы знаем только показатели времени без прогрессирования. Мы можем добавить к таргетному ингибитору химиотерапию, которая, по идее, не обладает перекрестным механизмом резистентности, воздействует на другой клон и, по идее, должна увеличивать возможность длительность лечения. Для того, чтобы понять, кому же из пациентов мы можем пойти по пути одного варианта лечения, кому по-другому, потому что все они зарегистрированы, условно говоря, для всех пациентов с аденокарциномой лёгкого, с наличием активирующих мутаций, мы провели сначала метаанализ, в рамках которого, прямой метаанализ, в рамках которого мы сравнили между собой доступные опции. И у нас первый вариант сравнения – это сравнение ингибиторов второго поколения и ингибиторов первого поколения. Здесь у нас есть два исследования, и в одном – Афотениб, исследование Луктан-7, в другом – Аркер-1050, препарат Докометениб, оба они сравнивали с ингибиторами первого поколения. Ну и важно сказать, что оба исследования были позитивны, они показали увеличение времени без прогрессирования, в то же время в исследовании Аркер было показано значимое увеличение общей выживаемости, в то время как в исследовании с Афотенибом нет. С чем это связано? Возможно, с особенностями препарата, возможно, с особенностями группы пациентов, которые включались в исследование, потому что в исследовании Аркер не включались пациенты с метастатическим поражением головного мозга. И это исследование было начато чуть позднее, тогда, когда уже было понятно, что основной целью любого исследования ингибитора является увеличение общей выживаемости. Возможно, селекция пациентов, возможно, селекция пациентов без метастатического поражения головного мозга помогла правильно сформировать горту больных и, соответственно, добиться того результата, который был достигнут. Так или иначе, в этом исследовании было показано значимое увеличение общей выживаемости. Когда мы проводили метаанализ, мы объединили два исследования между собой для того, чтобы сравнить, что же дает использование ингибиторов второго поколения относительно ингибиторов первого поколения. И посмотрите, что оказалось. Мы подтвердили продемонстрированный ранее вывод о том, что, безусловно, эти ингибиторы чуть более эффективны в отношении времени без прогрессирования. Но, что интересно, нам удалось показать при совокупном анализе двух исследований то, что ингибиторы второго поколения могут быть эффективнее ингибиторов первого поколения в отношении общей выживаемости. Может быть, если мы начинаем с ингибиторов второго поколения, мы достигаем лучших показателей общей выживаемости. Отдельно надо сказать, что препараты не были одинаково эффективны для всех групп пациентов. Так получилось в рамках нашего метаанализа, что препараты второго поколения были более эффективны у женщин, были более эффективны у молодых пациентов и были более эффективны у пациентов с наличием менее чувствительной таргетной терапии мутации L858R. Вторая опция – это опция иммунтаргетной терапии и антиангиогенной терапии. Здесь у нас есть несколько исследований, как я уже сказал, два исследования с биоцизумабом, раннее японское исследование и потом исследование третьей фазы, НИУИДЖИ-026, исследование с рамоксурумабом, исследование с апотенибом. Все они закончились значимым увеличением времени до прогрессирования опухоли, однако ни в одном из этих исследований, за исключением исследования рилей, данные, которые у нас еще не представлены, не было продемонстрировано увеличение показателей общей выживаемости. И мы на самом деле это подтвердили в рамках нашего метаанализа, где было выявлено при совокупном анализе четырех исследований сравнение с монотерапией и таргетным препаратом было показано значимое увеличение показателей времени без прогрессирования. При этом вот сейчас, если сравнивать между собой данные для бевоцезумаба, для фабринации ралатиниба и бевоцезумаба, оказалось, что дополнение бевоцезумабом, что привлечет за собой, безусловно, визиты пациента, внутривенные введения этих препаратов, фактически не влияет на показатели выживаемости. Это была большая неожиданность, потому что на ранних этапах было ощущение, что, безусловно, общая выживаемость для этой группы должна быть выше, уж настолько велик было преимущество времени без прогрессирования. Тем не менее, к сожалению, по имеющимся данным, антиангиогенная терапия не увеличивает этот показатель. Ну и даже если мы объединяем это все между собой, то, к сожалению, мы не можем показать никакого увеличения, и это не касается ни одной из групп пациентов. Поэтому пока мы можем размышлять о дополнении таргетной терапии антиангиогенными препаратами тогда, когда мы хотим добиться большего времени без прогрессирования, когда мы хотим, чтобы пациент дольше получал первую линию лечения. При этом, к сожалению, мы не можем, несмотря на значимое увеличение этого показателя, говорить о достоверном увеличении общей выживательности. Важно сказать, что некоторые из этих комбинаций, например, комбинация рамоцурумаба и эрлатиниба, она оказывается чуть более эффективна у пациента с отменей чувствительной мутацией 858Р, что, возможно, формирует также нишу для ее клинического применения. Наконец, последняя из исследованных опций – это комбинация таргетного препарата и антиангиогенцитетического дуплета. Безусловное преимущество во времени без прогрессирования было показано во всех четырех исследованиях. Ну и оказалось, что эта возможность использования upfront химиотаргетной терапии может значительно увеличивать и показатели общей выживаемости, что не было показано на самом деле во всех исследованиях, а касалось трех из четырех исследований. При совокупном анализе этих результатов, безусловно, наблюдаются увеличения общей выживаемости. И нам еще предстоит выяснить, почему это происходит, почему, когда мы проводим, в самом начале начинаем лечение с комбинированного подхода, почему это приводит к увеличению общей выживаемости. По версии профессора Моха, который представлял эти данные из Гонконга, это, возможно, связано с удлинением периода лечения таргетным препаратом, что, возможно, и определяет длительность общей выживаемости пациента. Так или иначе, к сожалению, в рамках прямого метаанализа мы не можем сравнивать между собой те опции, которые не имели какой-то общей группы сравнения. Например, второе поколение, с первым поколением химиотерапии, с таргетными препаратами, с только таргетным препаратом. Для того, чтобы сравнить опции между собой, например, добавить и понять, где же в этой палитре опции находится возможность, которая предоставляется ингибитором третьего поколения, нам нужно проводить непрямой метаанализ, где мы можем сравнить между собой второе и третье поколения за счет того, что у нас есть данные относительно его преимущества в отношении первой линии лечения. Еще раз, сетевой непрямой метаанализ. Мы его провели для монотерапии различными вариантами первое, второе, третье поколения и химиотерапии. И оказалось, что, безусловно, есть определенные значимые увеличения. Сверху это для всех пациентов на круг, и снизу это пациенты для садилеции в 19-м экзоне. Оказалось, что достоверные, видите, что они не пересекают единицу, увеличение показателей выживаемости это в первую очередь для ингибиторов второго поколения и садилеции в 19-м экзоне. Является ли это каким-то ключевым выводом, который говорит нам, что да, второе поколение нужно использовать, это более хорошие препараты, чем даже третье поколение или чем ингибиторы первых? К сожалению, нет. Это всего лишь, возможно, намек на то, что какие-то группы пациентов, как было показано в предыдущий раз, женщины, более молодые пациенты, в этой ситуации оказалось при непрямом сравнении относительно других препаратов, это третье поколение, химиотерапия и первое поколение ингибиторов терезинкеназ, применение ингибиторов второго поколения у пациентов с мутацией в 19-м зоне может чуть-чуть быть больше эффективны, чем другие опции из тех, которые мы описывали. И в будущем нас ожидает, конечно, еще сравнение и других вариантов комбинированного применения таргетных препаратов. Я надеюсь, что у нас будут интересные инсайты, интересные выводы, которые мы уже, наконец, можем это проектировать как-то клинически. Мы довольно часто в России встречаемся с различными пациентами, у которых есть эти молекулярные нарушения. И все вы знаете, что это могут быть отдельные мелкие очаги, которые никак не влияют на качество жизни, они были выявлены при случайном обследовании, которое было выявлено пациентке. Вот эта больная в верхнем правом углу, три снимка, она получала лечение и обратилась в Институт онкологии. В 2010 году выявлены множественные метастазы в легких. С тех пор она получает с различными вариантами ингибиторов терезинкеназ, сейчас она получает асимертениб, и у нее все великолепно, она великолепно себя чувствует. У нее уже до этого времени появился второй полирак молочной железы, иллюбинального оттипа, по поводу которого была выполнена операция, сейчас она получает эндокрин терапию. Бывает совершенно другая ситуация. Посмотрите слева в верхний ряд. Женщина 70 лет, аденокарцинома, относительно малочувствительная мутация, у нее выявляется опухоль легкого, она планирует хирургическое лечение, проводится открытывание очага в головном мозге, выявляются очаги, проводится лучевая терапия на эти очаги, и в этот момент у нее происходит перелом поясничного отдела позвоночника. Она инвалидизирована, и дальше на три года получается на старгетную терапию, но, к сожалению, мутит. Другая ситуация, сразу же поражение, сразу же симптомная ситуация, параметастазы в печени, параметастазы внутригрудных лимфактических узлов, и совершенно минимальный очаг на плевре, парамедистинальный, тем не менее, все это разные ситуации, безусловно, они требуют разного подхода. И наш арсенал сейчас, который доступен в России, довольно широк. Тем не менее, будем честными, практически всегда мы используем монотерапию. Либо первым поколением, либо вторым, либо третьим. Когда мы говорим про первое, второе поколение, мы понимаем, что мы в запасе оставляем возможность появления 1790M и используем ингибиторы третьего поколения. И здесь, собственно, мы предпринимаем совместно с лабораторией глинаучной именитого, лабораторией молекулярной онкологии, НМЦ онкологии имени Николая Николаевича Петрова, предпринимаем усилия к тому, чтобы попытаться стратифицировать пациента, попытаться понять, кому же из пациентов нам нужно проводить лечение чуть более агрессивно, чем остальным. Кому из пациентов нам нужно делать, например, комбинацию с иммунотерапией. Кому из пациентов нам нужно проводить, например, комбинацию с химиотерапией. Здесь нам, безусловно, помогает данные международных исследований. Мы знаем, что, во-первых, мы можем определять циркулирующую опухолевую ДНК к мутациям ИЖФРД. Это абсолютно самая простая ситуация, потому что у нас есть специфическая мутация, и если мы ее определили в крови, она практически наверняка связана с опухой. Мы знаем, что циркулирующая опухолевая ДНК наблюдается не у всех пациентов в крови. Соответственно, если она есть, то это, к сожалению, определяет чуть более плохой прогноз у данной категории пациентов. Это связано с большим объемом опухолевой массы, с большим объемом очагов опухолевого поражения. При этом оказывается, что статус молекулярно-миндетических нарушений в крови изменяется в течение времени. Если мы даем пациентам эффективное лечение, это касается первой линии лечения. Посмотрите, это кривые заследования Флауэра, когда пациенты получали первую линию либо ингибитор первого поколения, либо ингибитор третьего поколения. Если происходило исчезновение циркулирующего опухолевого ДНК, пациенты жили дольше и лучше. И это прослеживается не только для первой линии, но и для второй линии терапии. И мы провели довольно большое исследование в нашем центре. Мы собрали около 100 пациентов. Большинство из них мы делали молекулярно-миндетические исследования циркулирующего опухолевого ДНК, определяли циркулирующую опухолевую ДНК КГФР до начала лечения и затем через некоторое время после начала лечения эффективной терапии. И оказалось, что по сочетанию наличия молекулярно-генетических нарушений до начала лечения, через два месяца мы можем выделить три группы. Первая группа – это синяя линия. Это больные, у которых не было молекулярно-генетических нарушений до начала лечения. Вторая, зеленая, – это те, у которых они были до начала лечения и потом исчезли. И третья – это те пациенты, у которых были генетические нарушения и они сохранились после начала лечения. И вы видите, что минимальные результаты по выживаемости были достигнуты для пациентов с сохраняющейся циркулирующей опырьевой ДНК. Вполне возможно, что именно эта группа пациентов могла бы получить определенное преимущество от интенсификации терапии. Однако это требует проведения рандомизированного исследования с довольно сложным дизайном, где мы должны разделять этих пациентов на стандартный вариант лечения, монотерапии, ингибиторами теразин-кинаст и группу пациентов, которые будут получать более интенсивное воздействие. Надо сказать, что этот же вопрос актуален и для второй линии лечения. Если вы определили Т790М при прогрессировании на ингибиторах первого-второго поколения в плазме у пациента до начала второй линии лечения, и затем она исчезла, то эти пациенты также обладают хорошим прогнозом в виде 22,5 против 8 месяцев. Я уже совсем не укладываюсь во время, потому что очень много интересных моментов, о которых мне хотелось вам рассказать. Поэтому я быстро перехожу к иммунотерапии, ее возможностям и клиническим применениям в России. Надо сказать, что уже профессор Ван блестяще и очень интересно рассказал нам о тех возможностях иммунотерапии, которые существуют в мире, которые активно исследуются в Китае. Мы тоже активно принимаем участие в большинстве из этих исследований. Они очень заинтригованы результатами применения препарата кироголюмаб, который, с моей точки зрения, обозначит еще новую группу больных среди пациентов с немелкоклеточным раком легкого, пациентов с ультравысокой экспрессией ПДЛ-1, больше 75%. Потому что именно эта группа чаще всего имеет экспрессию рецептора чувствительного к кироголюмабу и имеет больше всего преимущество в лечении этих препаратов. И у нас сейчас в России уже есть несколько опций. Монотерапия ингибиторами ПДЛ-1, комбинация в первой и во второй линии, комбинация химио-иммунотерапии. Это монотерапия с цитостатическими дуплетами. Это двойная иммунотерапия. Тот вопрос, который задавала Любовь Юрьевна в отношении иперимумаба-неволумаба в монорежиме. Это зарегистрировано в рекомендациях или комбинация с двумя циклами химио-терапии на основании исследований ЧЕКМИ-9-ЛА. У нас есть четверная комбинация АБЦП, когда мы можем использовать таргетную терапию с бивоцезумабом. Ну и появляются все больше и больше опций. И это привело нас к тому, чтобы все-таки понять, насколько же широко мы используем эти возможности лечения, насколько мы должны их объединять между собой и что мы получаем в конечном итоге. Надо сказать, что в России, наверное, не в укор будет сказано, потому что у нас огромные ресурсы тратятся на травмохранение. Все равно мы пока не можем позволить себе использование иммунотерапии у всех пациентов. Возможно, это связано с относительно небольшим числом домашних, отечественных препаратов. Тем не менее, мы имели опыт довольно большой по лечению пациентов с применением иммунотерапии. Вы видите, они получались первого и второго линии. И что можно сказать? Можно сказать одно, что тогда, когда больные не имеют капитализированным раком легкого, независимо от статуса ПДМ, независимо от линии лечения, получают таргетную, так скажем, иммунотерапию, терапию направленную на блокирование иммуноконтрольных точек, эти пациенты живут дольше. Мы сертифицировали их по всем прогностическим факторам. Все это достоверно, те различия, которые мы наблюдаем, применение иммунотерапии, они очевидны. К сожалению, есть у этой истории и обратная сторона. Выше время беспрогрессирования. Шестимесячный ПФС был у нас тогда, в тот момент был наблюдение. Снижается одногодичное летание, повышается частота объективных ответов. Но, к сожалению, повышается и стоимость. Посмотрите, стоимость повышается на порядке. И это тот вопрос, который нам предстоит еще решить. В России мы его, наверное, решаем с тратификацией пациентов, потому что, например, группа больных с высоким уровнем в СПДЛ1 больше 50%, если мы используем антитела 22С3. Это те больные, которые практически всегда могут получать моноиммунотерапию. Это пембральзумаб или сейчас препарат артезовизумаб. И получают максимальный выигрыш от него. К сожалению, да, независимо от уровня ПДЛ, если на иммунотерапии достигнут эффект, он длится очень долго. Просто вероятность ответа, который наблюдается у пациентов с уровнем экспрессии, 20%, больше 1% или от 1 до 49% она значительно ниже. И это подводит нас к тому, что, наверное, далеко не все пациенты с промежуточным уровнем экспрессии получают преимущество от использования иммунотерапии. И поэтому мы должны добавлять им все статические дублеты. Наконец, группа пациентов с негативной экспрессией без экспрессии ПДЛ1 – это та группа пациентов, которые получают минимальное преимущество от использования текущего варианта иммунотерапевтических возможностей. И, к сожалению, наши ресурсы по выбору пациента, который ответит, из этой группы, которая ответит на иммунотерапевтическое воздействие, они пока минимальны. Были предпосылки к тому, чтобы определять мутационную нагрузку, но это дорого. К сожалению, она встречается у небольшого числа пациентов. Мы все знаем исследование КИНО, 158, в рамках которого из больше, чем тысячи пациентов, было отобрано 150, которые имели высокий уровень мутационной нагрузки, больше 10 мутаций на мегабазу. А, к сожалению, и это не показатель, и это не число для негативного отличного рака легкого, где ориентировочное, значимое для эффективной терапии ингибиторами и контрольных точек число молекулярных нарушений на мегабазу 100 и больше. Поэтому, конечно, большой вопрос. Безусловно, когда в России пришла эпидемия, пришла пандемия COVID, мы столкнулись с определенными проблемами. И, к сожалению, эти проблемы касались и тех пациентов, которые получали эффективную терапию ингибиторами контрольных точек. В первую очередь, потому что тогда мы не знали, чем ширевато лить продолжение лечения на фоне COVID, который, собственно, сопровождается появлением интерстициальной пневмонии. Многим пациентам пришлось прервать эффективную на этот момент терапию. И вот здесь представлены так называемые «свымерсплот» — горизонтальные линии общей выживаемости. Посмотрите, оранжевые линии — это то лечение, которое пациенты… Это длительные жизни пациентов. При этом подние и синие линии — это то, когда пациенты получали терапию. При этом это касается больных с высоким уровнем экспрессии педиалилина. Посмотрите, сколько пациентов живы и находятся без прогрессирования после окончания эффективной терапии. И, возможно, это те предпосылки к тому, чтобы поменять парадигму лечения, на которую повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Вполне возможно, для того, чтобы долго добиться длительного эффекта, нам не обязательно постоянно, каждые 2-3 доступные режимы, 6-недельные, вводить пациенты в иммунотерапию, повышая вероятность токсических проявлений. Вполне возможно, нам достаточно будет 1-2-3-5 введений, как в том известном случае, который демонстрировал Джеймс Патрик Эллисон, основоположник и отец препарата «Иперимумаб». На этом позвольте закончить. Большое спасибо. И еще раз хочу повторить, что взаимодействие с китайскими коллегами – это большая возможность для нас, и я надеюсь, что оно будет все больше и больше интенсифицироваться. Спасибо.